Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мне 50 лет, но я выгляжу как 30-летний пьющий. И у меня часто интересуются, решат, как тебе удается хорошо выглядеть в своем возрасте, дай какой-то совет. Я говорю, совет очень простой, надо не пить. И все такие, ааа. И сразу интерес пропадает. Меня беспокоит, что уровень образованности в обществе очень сильно снижается. Я вам сейчас легко это докажу. Когда я говорю слово «водный», вам в последнюю очередь на ум приходит слово «раствор». Я считаю, что необходимо популяризировать знания, науку. Надо как-то хайпить. Я не знаю, надо брать какие-то классные примеры, но не знаю, даже хочется он ли фанса. Но вот смотрите, потому что мелкая моторика рук, она способствует когнитивным функциям. Я шутки должен объяснять? Вот смотрите, на телевидении можно придумать такой проект и назвать его «Вещества». Не в подъезде, не в палисаднике, а на телевидении. Хотя, глядя на некоторые телевизионные программы, мне кажется, на телевидении «Вещества» присутствуют и без этого проекта. Представьте себе, мы в жюри приглашаем астрофизика Нила Деграса Тайсона, ну, потому что в жюри обязательно должен быть негр, Мигеля и специально приглашенного гостя, эксперта во всем, Азамата Мусыгалеева. На сцене участники будут показывать реакцию холодного термоядерного синтеза, а жюри в это время – крутая реакция. Очень крутая реакция. Моей дочери уже 25 лет, и я сразу хотел, чтобы у меня родилась дочка. Обычно все так говорят, кто хотел сына. У меня дочь училась на психолога, и она очень хороший психолог, потому что каждый наш разговор заканчивается тем, что я шлю ей деньги. И есть ощущение, что я взял ее в ипотеку. Я очень прогрессивный и либеральный отец. Я своей дочери говорю, вот в своей жизни делай все, что хочешь. Пля моря, кундалини, муж скорпион. Но если ты меня любишь, выбери, пожалуйста, не делать мне внуков. Потому что я вторую ипотеку не потяну. Я много лет работал завучем в школе, и родители приводят детей. У них и спортшкола, и художественная школа, и английский язык. И поступать мы будем только в МГИМО. И сразу понятно, чего родители сами в жизни не добились. И многие мамочки, понимая это, начинают готовить своих детей к жизни еще на стадии беременности. То есть они читают своему беременному животу английские новеллы, надевают на живот наушники, чтобы плод слушал Рахманинова. Для справки. Плод начинает различать звуки где-то к 14 неделе. И он слышит звуки не в том понимании, в котором мы слышим музыку. Вот смотрите, есть разница слушать музыку самому и слушать, как слушают музыку ваши соседи. То есть плод в этот момент, в утробе, как вы заколебали меня со своим пианином. У меня вопрос. А чего вы остановились на стадии беременности? Можно готовить детей еще до зачатия. Берете наушники, надеваете их на причинное место будущего отца и пусть слушают Рахманинова. Просто народ, прекратите заниматься ерундой. Просто воспитайте своих детей и возьмите на себя ответственность. Ответственность это то, что отличает взрослых людей. Мы либо берем на себя ответственность, либо перекладываем на кого-нибудь. И смотрите, в русском языке есть изъявительное наклонение, которое позволяет нам не только не брать ответственность, но и перекладывать ее на нечто несуществующее. У меня недавно коллега жалуется. Говорит, Аришат, все выходные проболела дома с похмелья, потому что в пятницу в клубе меня что-то развезло. Она в пятницу, а пироль запивала литрами коньяка, и ее развезло само. Девчонки, прикиньте, как вам страшно жить. Каждую пятницу в субботу появляется некое привидение, и вас само развозит. Сейчас давайте небольшой интерактив. Девушки, поаплодируйте только в том случае, если в вашей жизни была такая ситуация. Вот вы приходите домой с работы, уставшие, открываете дверь, и ваш любимый человек протягивает вам ведро с мусором и говорит, выбрось, пока не разделась. Почему вы так делаете? Я 20 лет в браке просто был, я на опыте. Ну, мужчины, я вам тоже хочу вот что посоветовать. Своим женщинам в быту необходимо помогать. Я всегда помогал. Вот я, например, поел, я сам свою тарелку ставил в раковину и заливал водой. Но об этом необходимо громко заявить, потому что женщины такие существа, они думают, что вода сама залилась. И помощь не будет засчитана. Мы иногда ругались со своей супругой. К слову сказать, она работала секретарем у большого начальника. И когда она слишком громко на меня кричала, я говорил, сделайте, пожалуйста, мне кофе. Она замолкала, шла на кухню и делала мне кофе. Старина Павлов был прав. Рефлексы существуют.